Всем приветик, с вами Фиолетик, и в честь этого прекрасного праздника Хэллоуина, я бы хотела сделать реакцию на одну гача страшилку. Она хоть и коротенькая, но думаю наши нервишки немного поколышат. А перед началом я бы хотела отдельно поблагодарить моих спонсоров за то, что они спонсируют моё творчество. Мне правда очень приятно, что вы цените моё творчество и поддерживаете меня денюжкой. Ведь именно из-за вас я не сижу бездельничаю, как бы мне это сильно хотелось, а делаю ролики. В общем-то, большое спасибо. Итак, говорю сразу, звук может быть немного похуже, чем он был в начале, но уж извините, я хочу снять свою первую реакцию на этот минифильм, господи минифильм, страшилку, а не уже наигранная, поэтому вот, буду записывать звук не с телефона, а с планшета. И микрофона у меня нету, я бомж. Вот. Кстати, я хотела взять с собой кошку, но она благополучно сбежала. Ладно, буду орать сама. Так. Внимание, перед тем, как приступить к просмотру ролика, рекомендуется надеть наушники и выключить свет. Ну, в принципе, свет у меня выключен, всё. Прекрасно. Я живу в чудовищно-совковой трёхкомнатной квартире на окраине Москвы. Ремонта в ней не было уже лет сорок. Обои облезли, штукатурка обсыпается, да идиотизм планировки частенько раздражает. Вот здесь вот была комната, немного похожая на... Комнату моей бабушки, не знаю почему. Чё-то прям люто похожее. Ладно, уже от себя тяну. Частично из-за него и случилась вся история. Я довольно частенько прогуливал пары и просиживал штаны дома, играя в игры, смотря аниму. Бывало засиживался допоздна. В тот день мать, как обычно, уехала на работу рано. Я же встал часа в два дня, запустил комп, выпил чашку кофе и обнаружил отсутствие интернета из-за неуплаты. Выходить из квартиры было лень, даже из-за этой жизненной важной необходимости. Ну кто так не делает, серьёзно? В принципе, мне кажется, всем лень выходить из дома, когда дома тёплышко, всё прекрасно. Эй, ну тут челик вообще обленился. Бывает. Я просто открыл загрузки и продолжил смотреть кентаму. Через пару часов я подумал, что сходить наружу всё-таки придётся, так как не нашёл хоть чего-нибудь похожего на еду в холодильнике. Нифига себе. Это как вообще без еды? У меня хотя бы, не знаю, хлеб будет... А, ну хлеб, он же ж не в холодильнике. Кто хранит хлеб в холодильнике, Арина? Чё с тобой не так? Ладно. Одной интернета платить можно. Однако, перед тем, как выйти, я решил принять ванну. Стоит отметить, что ванну я принимаю нечасто из-за маленького её размера, общей древности и, соответственно, не гигиеничности процесса. Чаще просто хожу в душ. Но в тот день какой-то чёрт дёрнул меня изменить своим привычкам. В ванной, кстати, есть два немаленьких окна. Одно выходит на кухню так, что видно голову стоящего в ванне человека. А второе окно прорезано на том же уровне в тонкой стенке, разделяющее ванную и туалет. Стекло на окне, что ведёт в туалет, разбитое из-за не особо удачной охоты на комара. Я тогда всё засыпал осколками, и залил кровью из изрезанной руки. Еле отёр потом засохшую кроссрамы. Зачем эти окна были сделаны, я не понимаю. И теперь искренне ненавижу тех, кто их сделал. Наполнив ванную и немного подождав, так как я переборщил с температурой воды, я залез внутрь. Мне почему-то сразу стало не по себе. Нет, я не почувствовал пресловутого ощущения присутствия и ничего не услышал. Но мне почему-то стало холодно в горячей ванне. Немного посидев в ней, я натурально замёрз и покрылся мурашками. И тут я случайно поднял взгляд и посмотрел в то разбитое окно, что ведёт в туалет. Что такое? То, что я увидел тогда, я не заботу не тогда в жизни. Я увидел лицо. Бледное, деформированное, широкое и уродливое лицо с огромными чёрными глазами и большущим улыбающимся красным ртом. Оно одновременно казалось и искусственным, и невероятно реалистичным. Как будто кто-то задался целью сделать копию самого уродливого лица на земле. Я в своём мастерстве добрался до зловещей долины. Такая рожа не привидится ни в одном кошмарном сне. Её просто невозможно достоверно описать. Главное, чтобы мне потом это не снилось, а то я не вышел. Я даже не понял, чего я испугался больше. Да лучше, может, и выше. А вот не выше. Для того, что моё воображение дорисовывало скрывающимся за двумя метрами стены. Мои собственные мокрые волосы встали дыбом на закрывке. А, это мало. И я постарался как можно глубже вжаться в маленькую ванную. Мне жутко хотелось не столько кричать, сколько тонко лежать, чтобы хоть как-то облегчить свой страх. Но я стиснул зубы так, что почти свело челюсть. Такого сверхъестественного ужаса я не испытывала в этой жизни. Я бы уже заорала. Лицо смотрело куда-то мимо меня, как бы завороженное видом того, что... Нет, серьёзно, если бы я вот такое вот увидела, я просто заорала от того, что там что-либо стоит. Типа, да хоть человек, честное слово, сидит тут, подглядывает ко мне, какого хрена, иди нафиг отсюда. Но вот это, вот это же представьте, если в реальной жизни... Ё-моё. Бедный чел. В противоположном кухонном окне. Я не знаю, сколько времени прошло. Может, минуты, а может, и секунды. Думаю, его привлёк мой взгляд. И оно посмотрело на меня. После трёх или четырёх самых ужасных секунд в моей жизни я закричал. Долго сдерживаемый крик. Он вырвался наружу каким-то хриплым и одновременно визгливым карканьем. Нахрен я его крик спаразировала. И этот крик, то просто умер бы от ужаса, провозглядивая эти огромные пустые глаза. И оно ушло. В смысле? А как... Слушайте, а я сейчас задумалась, как вот это вот чучело вообще просунуло туда голову. Типа тут малюсенькое отверстие. Каким образом? У него башка больше окна. Как он вообще пролез вот эту тетельку? Ну ладно. Это же гача логика, как мы пакеты из жопы достаем. Вот так вот и он. Да. Вниз из поля видимости окна за стену. Как будто декорацию убрали. Я не мог поверить своему счастью. Меня колотила крупная нервная дрожь, пока я еще долго... Что у него с глазами? Ё-моё. Немного побелели от страха. Какое время сидел в ванной, половину которой я распискал вокруг. Потом я медленно поднялся и посмотрел в то окно, что выходило на кухню. И как в самом паршивом фильме ужасов, как в дурацком триллере, оно было так. Ё-моё. Все такое же трупно-бледное, все в синих прожилках, искалющееся в подобии улыбки. Прямо рядом со мной за стеклом. Оно просто переместилось из туалета на кухню. У меня подкосились ноги. Я потерял равновесие. Вывалился из ванной и сильно ударился головой о водонагреватель, упустив лицо из виду. Возможно, на какое-то время я отключился. А когда пришел в себя на полу, в окне был виден лишь кухонный потолок. Что? Привет, Побси. А, что? Музыка была нагнетающая такая. И тут, привет, Побси. Я ожидала, что это лицо будет прям перед нами. Под конец хочу немножечко с вами поговорить. Например, я сейчас сижу, кушаю пиццу собственного приготовления с чаем и смотрю другие какие-нибудь страшилки по Гачи. Честно, ну, какие-то не страшные, нифига. Я, наверное, скоро пойду смотреть что-то из реализм. Потому что страшилки Гачи, ну, что-то как-то не страшное в последнее время. А все старые страшилки я уже пересмотрела. Вот такие вот дела. Я бы, конечно, могла сейчас где-то с семьей гулять в парке, т.д. и т.п. Ну, мои родители в последнее время как-то начали забивать на все праздники. Начиная, не знаю, то же самое. От какого-нибудь 8 марта до Нового года. Это вообще ничего, абсолютно, никак не отмечаем. Ну, мне одной ответить можно, поэтому сижу. Опять же, ем пиццу собственного приготовления. А вы как собираетесь проводить этот праздник? А может, уже привели? Ой, привели. Провели. Можете рассказать в комментариях. Я с радостью почитаю. Честно, мне, правда, очень интересно читать ваши истории. Вот я пока что очень мало просила вас что-либо рассказывать. Но при этом я уже поняла, что мне серьезно интересно послушать свою аудиторию. По какой-то теме рассказы, там, т.д. и т.п. Поэтому не стесняйтесь, рассказывайте все, что только можно. А на этом все. Я пошла дальше смотреть какие-то страшилки. А с вами я прощаю. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok